Добрый день! С вами Алексей и Ольга Валяева. И сегодня мы с вами хотим обсудить еще немножко о достижении желаемого. Тема сегодняшнего нашего видео это 4 шага к достижению желаемого. Некоторые из этих шагов для вас уже знакомы, про некоторые вы знаете, но опять же не делается. Давайте не буду долго говорить никакую вводную, у нас мало зарядки, поэтому первый шаг. Для того, чтобы что-то достигнуть, важно знать, чего вы хотите. Итак, второй шаг. Если вы не знаете, куда вы хотите прийти, любая дорога приведет вас не туда. Об этом уже много сказано, и мы на этом останавливаться не будем, перейдем сразу ко второму шагу. Второй шаг это изучить желаемые способы его достижения. Ну, например, вот вы хотите замуж, потому что надо замуж. Но вы, например, никогда не были замужем, и у вас нет примера семьи. То понимаете ли вы, куда вы вообще собираетесь? Знаете ли вы вообще, что такое? Во что вы ввязываетесь? Во что вы ввязываетесь, да? Вы начитали сказок о том, что жили они долго и счастливы, и был он принц. А вы думали о том, как этот принц будет есть рядом с вами каждый день? Может быть, он будет... Вообще не принц, а конь. Ковыряться в носу, я не знаю, разбрасывать носки. Не может быть такого. Нет таких мужей. Может быть, он никогда не будет мыть посуду, будет ее складывать. То есть, вот эти ваши идеалистические представления о замужестве, да? Как это на самом деле? Вот вы, ну, поисучайте эту тему, как вообще, какие есть привычки у мужчин. Вообще анекдоты читали? Насколько вы готовы, чтобы рядом с вами был мужчина? Насколько вы готовы вот к этому, ко всему, да? Потому что в каждой шутке доля шутки, и во многих анекдотах на самом деле правда просто вот такая... А может, обратная ситуация? Вы слишком много как раз в этом, так скажем, находитесь, и думаете, что только в романтических снах мужья приносят женам за... У нас часто о желаемом, либо идеалистические представления, ну, например, родятся у меня дети, я их один во все белое, мы сядем все вместе за стол, и такая эстетичная картинка, вот мы сидим за столом, и мы кушаем. Дети мои в белом там, ну, так не бывает. Дети едят, ну, мягко говоря, не очень аккуратно. И в белом они могут ходить не очень долго, даже если детям 8 лет. Даже, в принципе, если детям 35 лет, они тоже не очень аккуратно ходят. То есть, либо идеалистическая картинка, то есть, мы хотим чего-то, но оно на самом деле не такое, либо мы... у нас очень пессимистичная картинка, и поэтому мы хотим и боимся. Мы этого явно не хотим, это... Ну, мы хотим и боимся, на самом деле, да. Хочу замуж, но вот не так хочу, а как-нибудь по-другому, а у всех вот так, да. Или хочу путешествия, да, то есть, что я замужество пристал. Хочу путешествия, вот, хочу путешествия не только в Сызрань, да, а может быть, еще и вот, чуть дальше, чем, так скажем, Европа. Или в Европу, хотя бы. Вот, то есть, здесь о том, чтобы изучать то, что вы хотите, узнать, как это вообще. Если мы говорим о замужестве, то общаться с разными женщинами, пообщаться с теми, у кого успешная семья, кто долго живет, да, и спросить, а как это вообще. И вам скажут, ну да, он не идеальный, он вот это, вот это, вот это может быть делать, но зато он делает вот это, вот это, вот это, и это этим компенсируется. Вы можете... Снег компенсирует. Да, смотрите, то есть, есть цель, и зачастую мы к ней, так скажем, выставляем барьеры, выставляем барьеры неуспешных, барьеры неуспешных примеров, да, то есть, замужество, ну ладно, хорошо, к замужеству. Вот замужем не очень хорошо, потому что, и вот много историй, которые вокруг, там, тетя Галя, там, дядя Петя, вот так это все было. И вот, наверное, у меня, у нас там породовая линия вообще, в семье никто не рожал, несколько поколений. Вот, ну каким-то образом я появилась или появился. И здесь лучше найти примеры, так скажем, из, может быть, не ближайшего окружения, а может быть, чуть подальше, кто как успешно и путешествует с детьми, если про путешествие у кого-то, скажем, есть в семье там и достаток, и путешествия, и с духовностью все хорошо, и, ну, то есть, книги там Стивена Кови почитать. То есть, найти примеры, дать этому шанс, позволить этому быть в вашей жизни и, ну, покопаться. Уравновесить, да. Хотя бы дальше запроса поискового, то есть, да, дойти. Уравновесить ваши представления об этом предмете и реальность, взять некий срез вашего окружения, ближайшего, не ближайшего, и вот посмотреть, да, насколько ваше представление с этим коррелирует. И важны еще способы достижения, да, вот если мы говорим о замужестве, то можно сидеть и ждать, что принц сам на вас свалится, а в дверь, к сожалению, почему-то стучат только водопроводчики. Или кони этого принца. Да, нужно изучать все-таки, как выходить замуж, о чем спрашивать человека, да, на что обращать внимание, как понять, подходит он вам или не подходит, то есть, изучать какое-то знание, изучать, где все-таки лучше знакомиться, в ночных клубах ли, или все-таки в... В библиотеках. Или в каких-то храмах, знаете, в некоторых храмах, в разных религиях, ну, во всех это по-разному, но вот в некоторых есть такие молодежные клубы, где молодежь знакомится. Я точно знаю, что это есть у... Ой, сейчас могу спутать, но, кажется, у баптистов обычно при церквях бывают такие вот воскресные клубы. Может быть, есть где-то и в православных храмах, но это зависит от храма. Может быть, есть что-то промежуточное, не обязательно здесь... Есть, так скажем, промежуточный вариант между клубом ночным и храмом, да, то есть... Есть лекции Тарсунова, лекции Нарушевича. Это могут быть тренинги, обычно, так скажем, психологические, на которые вы в течение двух дней можете найти интересную штуку. Да, и мы, на самом деле, уже от изучения перешли к третьему пункту, потому что третий пункт очень часто игнорируется, но это пункт действия. Если вы не купите лотерейный билет, вы никогда не выиграете лотерею, да? Если вы не выйдете из дома и не начнете общаться с людьми, вам будет сложно выйти замуж. Ну, я не знаю, может, бывает так, что раз постучался, принц... А интернет? Ну, для этого тоже нужно зайти на какой-то сайт, завести там анкету, общаться... И хотя бы один раз встретиться. Да, и хотя бы один раз встретиться. То есть тоже нужно что-то делать. И если мы говорим о призвании, о поиске призваний, то некоторые долго ковыряются, что же я могу, что же я могу. В это время они могли бы уже много чего сделать, попробовать это... Набить шишек, как бы это сложно не было. Попробовать здесь, попробовать там, попробовать там, и найти нечто, что соответствует их представлениям о любимом деле. И это... Что это может быть действиями? То есть это не обязательно, так скажем, выйти с плакатом, да, я... Хочу замуж. Да, либо, так скажем, что это может быть? Если говорить про путешествия, простой пример. Вы можете начать с того, что начать путешествовать из вашего города в ближайший город. Или просто за город. Вы можете за город на шашлыки. Да, вы можете чуть дальше, так скажем. Потом поехать в какую-то страну без виз. Да, потом поехать в страну визовую. Бабах, подсказывает сын. Вы можете поехать в какую-то визовую страну, ну, как с какой-то с упрощенным режимом. Да, недалеко. То есть не нужно... Может, в начале тур просто с оператором, да, когда за вас уже все сделано, когда вас просто берут из гостиницы, везут куда-то, показывают, потом... Для многих это стресс, то есть, да, и не нужно, так скажем, себе... Знаете, как часто бывает две крайности? Либо я не еду, либо я себе ставлю цель, но снова говоря, то есть... А я не хочу, допустим, там, ехать в Турцию, я хочу на карнавал в Бразилию, да? И это такая планка очень высокая, на самом деле высокая, потому что там, а, жарко, во-вторых, там далеко, во-третьих, там... Дорого. Во время карнавала, да? Очень недешево. Многие думают, что в Бразилии... Нам рассказали о том, что во время карнавала номера, ну, вот в гостиницах, они стоят 400% накрутки. То есть... Да, при том, что, в принципе, стоимость, так скажем, нормальная, она европейского уровня. То есть, вот. Человек выставляет себе планку, и, соответственно, на это я не хочу прыгать, а вот это мне, собственно говоря, не нравится. Хотя, казалось бы, иногда, не то, что иногда, часто выход из зоны дискомфорта, вот в зоне ближайшего развития нашего, он сопровождается воодушевлением и радостью. То есть, для детей, которые там перелезли, так скажем, через какой-то маленький забор, это является счастьем, да? Понятно, что он не будет залазить там в какой-то забор с колючей проволокой, там, трехметровой. Вот, а для нас мы вот себе какие-то условия делаем. Да, то есть важно, понимаете, вот это то же самое касается знаний, да? Мы знаем, что нужно там вот это делать, вот это делать, но часто мы этого не делаем вообще. Ну, то есть, почитали, поизучали и бросили. То есть, на первых двух шагах остановились. Хочу вставать рано, да? Вот мой любимый пример. Хочу вставать рано, поизучала во сколько нужно вставать, как вставать, да? Ну, вот завтра начну. И вот это завтра продолжается уже три года. И резюмируясь, действие это можно, в принципе, вы покупаете книгу по вашей тематике, вы находите тренинг определенный, вы тоже это можете делать, вы находите какие-то материалы в интернете, это тоже действие, это тоже продвигает вас, скажем, к пути. И выставляете маленькие лесенки. Маленькие лесенки. То есть, первая цель такая. Да, начинаете, с чего-то начинаете, что-то пробуете, набиваете шишки. Здесь нужно понимать, что шишки обязательно будут. Обязательно будут ямы, обязательно будут какие-то неудачи, что-то не получится. Но вот здесь важно пробовать. Пока вы не попробуете, то знание, которое вы получили, вы его, результаты от него не получите. Да, вот здесь начинаются результаты. Но есть еще... Как говорится, между знанием и действием лежит огромная пропасть. Огромная. То есть многие люди, так скажем, выдают большое количество знаний, точнее даже не выдают, а себе компенсируют и думают, что раз я знаю, значит я уже понял. Значит я умею. Да, так вот понял и умею, это огромная разница. Да, как Олег Геннадьевич Тарсонов на своих лекциях говорит, скажите, кто из вас знает, что алкоголь это вредно? И люди поднимают руки, а кто из вас при этом перестал его принимать? Рук гораздо меньше. И он говорит о том, что если вы его еще принимаете, значит вы еще не знаете, что алкоголь вреден. То есть вы прочитали это, но это еще не вошло в ваше сердце. Вошло в вашу печень. И после третьего пункта есть еще один очень важный пункт. Нам нужно, особенно женщинам, нужно понимать, как я хочу себя чувствовать в этой точке. Потому что мы стремимся к каким-то материальным объектам, к каким-то статусам. Замужство это тоже статус, но мы не понимаем, как я хочу себя чувствовать. А как? Ну замужем. А как замужем? Вот как именно я хочу себя чувствовать и устраивает ли меня это чувство? Потому что часто мы получаем то, что мы хотим, но при этом мы себя чувствуем совсем не так. То есть я хотела, например, какую-то квартиру купить. Я хотела купить квартиру. Я буду долго гнать велосипед. Гнать, 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 гнать. Купила квартиру, зашла мне. И никакого счастья, вообще полное опустошение. По пути муж куда-то отселился. Да, по пути муж. Семья куда-то. Да, детей не рожала, потому что гналась из этой квартиры. То есть нужно понимать, как я хочу себя чувствовать в этой точке, в итоговой. И в большей степени для женщины важно стремиться вот сюда, к этому состоянию. Сейчас, помогай, давай пошел видеть. Здесь уж больно, замечательно все. Давай закончим. И важно понимать, как вы себя хотите в этом чувствовать. То есть если вы говорите, я хочу много детей, и при этом вы, например, хотите писать видео спокойно с мужем, то нужно понимать, что это немножко... А между тем моментом и этим прошло уже несколько минут, и дети тут ковырялись с нашей камерой. Да, то есть они постоянно приходят и вносят свои коррективы. Важно понимать, как я хочу себя чувствовать, да, и стремиться именно к этому. Не к каким-то материальным объектам, а к ощущению. То есть если мы говорим про квартиру, то как вы хотите себя чувствовать? Хотим чувствовать себя защищенно, хотим создавать уют, хотим творить, хотим чувствовать себя хозяйкой. Но вот вы можете начинать с этого, начинать чувствовать себя хозяйкой там, где вы сейчас есть. Иногда, собственно говоря, понимание вот этой части разворачивает, так скажем, вот эти вот шаги в другую сторону. У нас появляются другие действия, у нас появляются... Мы начинаем изучать другие знания, да? Мы другие знания, то есть потому что к тому, собственно говоря, чувство не приведет, да? И... Потом мы начинаем понимать, от чего же я на самом деле хочу. Вот обратный путь. И это все взаимосвязано между собой. И мы вернулись, собственно, к тому, с чего начали. И мы предлагаем вам начать с того, чтобы понять, а что же вы хотите на самом деле. И написать список ста своих желаний. Это очень простое задание. С другой стороны очень сложно. А с другой стороны очень сложно. И нам постоянно говорят о том, что это невозможно. Где же взять сто? Ну вот попробуйте понять. Самое интересное, что когда вы пишете список ста желаний, вначале у вас идут какие-то наработанные вещи, которые, может быть, вообще не ваши. Сначала идет айфон. Желание вашей мамы, желание социума. И где-то после 50-го начинается уже ваше собственное истинное желание. И потом можно даже провести такую штуку. Можно сравнить начало списка и конец. И увидеть, что конец списка даже в чем-то противоречит началу. Да? Я хочу там жить свободно. Я хочу путешествовать. И в то же время я хочу там 15 детей, да? Как этим противоречит? Говорила сама себе противоречит сейчас. Человек с тремя детьми и... Ну да ладно. На самом деле, на самом деле это противоречит. Потому что если вы просто хотите 15 детей, но у вас это не ваше желание, это желание, навязанное вам... Смайца катуда, смайца катуда. Компьютер сломается, да? Если это желание навязано вам в социуме... Знаете, что хотим. Х. Х. О. О. Ч. Ч. У. Е. Е. Смайца катуда. Сломался компьютер. Сломался компьютер, мы его пишем на листочке. То есть, если это желание не ваше, а желание навязанное вам, а вы на самом деле сейчас, в данный момент хотите быть свободны и хотите путешествовать, вот без никого ходить по музеям и висеть там по 3-4 часа, то стоит задуматься, может быть, все-таки вот как-то скорректировать ваше тело. Не то, чтобы в этом конфликт, в этом просто есть корректировка определенная. Можно ходить, но нужно оттаскивать детей от икон, ломающихся, падающих картин и детей, которые катают по залу яйца Фаберже. В общем, я узнала будни нашей семьи на самом деле. Поэтому желайте, изучайте, действуйте, понимайте о том, как вы хотите себя чувствовать в конце. и пусть все ваши мечты, все ваши желания сбываются. С вами были Ольга и Алексей Валяева. Именно ваши, именно ваши желания.